приветствую дорогой зритель ты находишься на канале seman diy меня зовут илья и сегодня мы займемся моддингом а конкретно речь пойдет о rgb вентиляторах появились вентиляторы rgb появилась куча других устройств с поддержкой rgb но проблема в том что все они работают по отдельности с одной стороны это очень даже хорошо когда у тебя материнская плата не поддерживает управление rgb подсветкой ты можешь повесить кулера отдельно еще что-то и так далее но тогда твой компьютер превратится в новогоднюю елку с кучей отдельных блоков управления которые тебе нужно отдельно лезть и нажимать чтобы поменять цвет и так далее и я не понимаю почему ни один производитель не сделал управление которое бы совершалось именно с материнской платы и сегодня я постараюсь решить эту большую несправедливость и мы сделаем вентиляторы которые будут управляться с помощью контроллера материнской латы вентиляторы эти не какие-то там топовые то есть это не такого известного производителя китайские вентиляторы вот я возможно сделаю позже на них обзор потому как довольно много спрашивают что это за вентиляторы стоит ли их покупать вот и так далее поэтому будет еще скорее всего на них обзор вот на основе этих вентиляторов будет делаться у нас подсветочка красивая rgb постараюсь попутно рассказать как это все делается приступим для нашей поделки нам нужен провод количество провода зависит от того расстояния между которыми будет находиться наши кулеры вот в общем меряйте меряйте откуда до куда вам нужно проложить количество а самих жил вот и считаете сколько вам нужно провод можно взять обычный телефонный вот он вполне себе подойдет у меня же специальный кабель в силиконовой оплетки для светодиодов он удобный тем что он довольно такой эластичный вот и в общем удобно с ним работать он и появится хорошо оплетка не оплавляется далее нам нужны будут 4 pin контакты molex это такие как на пиве вентиляторах стоят от 4 пиновые это у нас будет непосредственно питаться rgb подсветочка и 3 пиновые 3 пиновые потому что нету 2 пиновых на самом деле нужен 2 пиновый непосредственно до для питания самого вентилятора и также нужны непосредственно клеммы также нам нужно удобно точнее будет если вы будете использовать вот такую печатную плату для монтажа тестовых схем вот очень удобная штука конечно лучше если ее вы возьмете в черном каком-то цвете или темном а вот мы же эту платку просто закрасим маркером она будет просто одной стороны черная вот и ее не особо будет видно вот то есть мы вот так вот немного схитрим так о резисторах 510 килоом и вот конкретно в данном случае с данными вентиляторами возможно с другими придется замерять и там другие надо будут резисторы конкретно эти 510 килоом будет достаточно можно взять 560 также вам потребуется паяльничек плюс и собственно приколь вот это в принципе все хорошо если у вас будет еще чем обжать вот клеммы вот кринтер если у вас есть это прекрасно если у вас его нету придется это делать плоскогубцами то есть еще нужны будут плоскогубцы приступим к сборочке начнем а и Продолжение следует... 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 Для того чтобы узнать, как подключить вентилятор, стоит воспользоваться мультиметром на всякий случай. Но обычно крайний контакт это минус, а средний это плюс. Далее идет наша RGB подсветка. Как оказалось, тут немного по странному расположение контактов. То есть первый идет зеленый, потом идет плюс, потом красный и синий. Вот, по-моему в такой последовательности. То есть почему-то не сначала плюс, а потом RGB, а как-то так вот хаотично. Поэтому мы сейчас будем правильно располагать наши контакты и прикрепим их так как надо. Закончили наконец мы обжимать контакты на нашем кулере. Я его уже подключил и светодиодная подсветка на кулере теперь работает от непосредственно контроллера на материнской плате. Я сейчас вам это продемонстрирую, как оно работает. Вот так вот работает наш кулер. Теперь он питается непосредственно именно от материнской платы. Есть еще несколько способов, как можно проверить, какие именно контакты, куда нужно подключать у RGB вентилятора. Можно, например, взять мультиметр, который нам нужен будет, если вы самостоятельно будете в каком-то другом вентиляторе делать такую подсветку. Берется мультиметр, находится плюс. Где у нас плюс? Он один общий. Когда мы нашли общий плюс, подключаете плюс, берете один из контактов на кулере и подключаете к любому разъему. И смотрите, какой загорается, допустим, на материнской плате. Или вы можете выставить сразу какой-то цвет. И берете просто по одному контакту минусу, пробуете, подключаете. И смотрите, где у вас загорится именно красный. А когда у вас будет видно, что вот здесь красный и у вас и на кулере красный, то есть и красная, допустим, на материнской плате, и на кулере красный, все, вы нашли тот нужный контакт. И берете, подключаете его в соответствующий разъем вашего штекера. Все. И дальше точно так же. Следующий там синий, красный, зеленый. Сейчас я не буду больше вам показывать, как я обжимать буду все провода. Я сейчас просто это обожму. Все кулера наши из Кистенса еще целых шесть. А потом покажу просто итоговый результат. Играет музыка Собрал я, наконец, всю систему воедино. Кулеры работают теперь под реабасом этого корпуса. Кнопочка здесь. Мы управляем кулерами всеми. Не нужно лезть к каждому блоку управления и нажимать кнопочку, чтобы настроить скорость. Точно так же работает и светодиодная подсветка. Мы можем настроить с аппликейшена MSI настроить их цвет или как он будет переливаться и так далее. Теперь все кулера управляются цветом. Кулера управляется с материнской платы. К сожалению, не обошлось и без маленьких совсем неприятностей. Я рассчитывал резистор под голый светодиод без ничего. Но, как оказалось, в самих кулерах есть встроенные уже резисторы. То есть контроллер не подавал нужное питание. Точнее, он подавал питание нерассчитанное под голый светодиод. И кулера светят немножко более тусклым светом. То есть они более тусклые, к сожалению. Но есть и положительный момент. Светодиоды в этих кулерах проживут дольше. Ну и на крайний случай, позже, можно будет просто взять перепаять резистор на нашем сплитере. И они будут работать так, как нужно. С учетом уже напаянных там резисторов. Вот. Поэтому это уж не такая уж и проблема. Вот. Самое главное, что мы сделали, что кулера управляются с материнской платы. И они светятся. Светятся так, как нам нужно. Если ты захотел себе сделать такую же систему управления RGB-вентиляторами, значит поставь лайк, подпишись на канал, расскажи друзьям. И до новых видео. С тобой был интернет-магазин CIMANT. Меня зовут Илья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok